Два года назад я сделала нечто, нечто, что изменило мою жизнь от А до Я, а точнее... Я создала канал на Тубе! Да, я создала этот канал на Тубе. Это произошло 16 февраля 2022 года, и сегодня этому каналу исполняется два года. Вы верите? Я не верю, потому что время идёт очень быстро, я не успела оглянуться, а уже бас, и прошло два года. Это два прекрасных года, два года, проведённые с вами, со мной и со всеми, кто сейчас смотрит это видео. Неважно, были ли вы со мной от начала и до этого момента или присоединились сейчас, абсолютно все люди, которые смотрят меня, являются невероятно важными для меня, и я отправляю эти поцелуйчики вам. Когда я создавала этот канал, я и подумать не могла, что всё произойдёт вот так, то что сейчас я буду записывать это видео спустя два года от начала введения, от начала создавания контента. Ой, я не уверена счастлива, я очень счастлива, что я начала этот путь, я буду продолжать его делать. В прошлом году я не записала видео на год моему каналу, я извиняюсь, но то были свои причины, какие я, правда, не знаю, ну, допустим, эту тему. Год был другой, мы были другими, сейчас мы изменились, выросли, да, повзрослели. В этом видео я постараюсь рассказать вам в деталях, что было самого интересного за этот год, что изменилось лично для меня, какие выводы для себя я сделала, и что вас ждёт в ближайшем будущем. За этот год я попробовала много разных форматов, поиграла в разные игры, и давайте расскажем об этом поподробнее. Например, про Майнкрафт. Самым первым ласплеем на этом канале, и самым первым форматом, который я попробовала, стал ласплей по Майнкрафт Пакет Эдишн, который никак не назывался, он просто ласплей по Майнкрафту, состоял из 20 серий, вот, я тогда только учусь делать превью и снимать видео, поэтому не судите, не то чтобы строго, просто не судите. Можете просто посмотреть, поостальгировать, но не судите, не надо. Я смотрела, пересматривала, просто давайте помолчим. Дальше, после этого я начала осваивать уже съёмку на ноутбуке и компьютере. Да, за этот год, почему Новый год? За этот год я могу считать, что я освоила полноценную съёмку на компьютере. Я до сих пор продолжала совершенствоваться, но, тем не менее, я думаю, что если посмотрите мои старые видео, вы увидите, насколько же я выросла, насколько я up, glow up. Вторым моим ласплеем стал ласплей путешествия в прошлое. Я его снимала на бандикам, на свой ноутбук. Он длился недолго, там всего лишь 2 или 3 серии, но, тем не менее, это тоже какой-никакой опыт. Третьим ласплеем у меня стали волшебные приключения, которые были тоже с модом на сумеречный лес. Они продлились вообще недолго, всего лишь тоже 2 или 3 серии, потому что потом произошло нечто, что повергло меня в шок. Меня позвали на приватный сервер ютуберов, ну, начинающих, да, не какие-то там шишки и так дальше, начинающих ютуберов. И это принесло мне большое количество новых людей, новое знакомство, опыта. И на данный момент команду, можно так сказать, да, сейчас состою в такой какой-никакой команде, о которой расскажу вам попозже. Я была в тот момент в шоке, и за этот год я побывала аж на трёх приватных серверах. Первым из них был DarkApple. Благодаря DarkApple я узнала очень много всего нового, я узнала про replay mode, и как вообще можно снимать ещё какие форматы в Майнкрафте. Вторым сервером стал Ванкор. Ванкор — это тоже прекрасный сервер, прекрасный этап моей жизни. По нему у меня было всего лишь одно видео, но на самом деле я там пробыла гораздо дольше, чем в том же самом DarkApple, по которому было, по-моему, 2 видео. Вот, и Ванкор занимает отдельное место в моём сердечке, потому что на данный момент я стою в команде ребят, которые были со мной на Ванкоре. Третьим же сервером стал Майнгвард. Майнгвард — это полная противоложность Ванкору. Я не то чтобы жалею, что оно не было, но такое, это был не очень приятный этап. У меня по нему было тоже, по-моему, только одно видео, которое было буквально ни о чём. Благодаря Майнгварду я тоже много чего нового узнала, много критики услышала, так что окей, прим — это просто за опыт. 2 ноября 2022 года вышло моё самое популярное видео, даже на данный момент, про наглые клоны Майнкрафта, которые сейчас уже набрали 31 тысячу просмотров и 845 лайков. Но это видео продолжает собирать количество, да, и комментарии, что не может не радовать, вот. Поэтому можете тоже посмотреть. Видимо, оно действительно классное, раз все на него так реагируют. Конечно же, ещё важным фактором в развитии моего канала стал мой переезд во Францию, который случился в конце июля 2022 года, и который принёс мне очень много новых возможностей, потому что здесь я познакомилась с новыми людьми, у которых тоже была своя блогерская карьера, скажем так, и на данный момент это дало мне большой-большой прорыв, ведь я получила гораздо больше знаний, которых мне никто бы не сказал, даже на том же самом туториале в Ютубе, типа, как стать блогером, вот. И я надеюсь, то, что видно, видно то, что я расту и видно то, что я для вас очень сильно стараюсь. Так что переезд во Францию точно помог мне усовершенствовать свои навыки и, может быть, стать даже больше продуктивной. После переезда во Францию я начала также снимать больше видео с лицом, такие, типа, как влоги или какие-то челленджи в этом роде. Но заметьте вот то, что на этом канале это не особо сильно заходит, потому что у меня формат игровой, да, и как бы не больше. И я поэтому создала второй свой канал, который называется Sparklisha, ссылка на них будет в описании, поэтому мне интересно подбирать за моей жизнью и мной, обязательно переходите и подписывайтесь. Следующим популярным форматом в достаточно новом канале стал Roblox, потому что в Roblox я зависала очень часто, и первым видео, которое я снимала про Roblox, если я не ошибаюсь, было SCP-3008. Это было где-то еще весной 2022 года, оно залетело, но не особо, знаете, так, типа, просто окей. А вот залетевшим я могу назвать видео про P-Simulator X, который я выпустила уже зимой. Оно набрало 10 тысяч лайков и, по-моему, 100 с чем-то... Ой, извиняюсь. 10 тысяч просмотров и 100 с чем-то лайков напишу здесь точную цифру. И это видео, которое принесло мне какое-то взаимодействие полноценное с подписчиками в игре, потому что мне начали кидать запросы в друзья в Roblox, и мне начали дарить подарки. И это было что-то новое для меня, я не ожидала, что такое может вообще произойти. И поэтому, да, это видео тоже положило с собой некое начало моего взаимодействия с вами. Кстати, первым замечательным видео в моем канале стало видео про мини-игры по Майнкрафту. Сейчас я набрала, по-моему, только 300 с чем-то просмотров. Но для меня на момент, на момент, когда я записывала свой Pocket Edition, у меня сегодня набирали видео по 20-30 просмотров, дай бог, да, и это видео про мини-игры набрало 300. Я была в шоке. Весной 2023 года я начала свой четвертый лестовый, который назывался «Ностальгические приключения». Это было что-то типа апдейта на путешествия в прошлое, то есть в нем я тоже играла в Майнкрафт на старых версиях. Вот. Оно, скорее, служило чем-то промежуточным между новым уровнем моего канала, потому что сразу же после этого летсплея я начала снимать, в принципе, то, что я снимаю сейчас, а точнее разные игры, максимально разные игры, и с вебкой. После этого летсплея я начала снимать видео с вебкой и играть в популярные геймс. И, как вы можете видеть, это было каким-то зародышем того, что я делаю сейчас, потому что сейчас я перешла на этот формат. Теперь я снимаю разноманитные... ой, украинские. И сейчас я снимаю различные игры с веб-камерой, и, соответственно, уже на компьютере. Да, у меня больше не ноутбук. Я в этом году купила себе компьютер. В этом имею в виду 2004, да, то есть у нас уже идет путь. 2022-й, 2023-й, 2024-й. Давайте-ка я вам сделаю обзор на свое место. На данный момент, по-моему, рабочее место выглядит вот так вот. То есть здесь есть микрофон, наушники, кольцевая лампа, прожектор, потом у меня еще на полуобочный стоит прожектор, клавиатура вот такая вот, крипер и, соответственно, сам монитор. Но это абсолютно не финальная версия, потому что на дальнейшем я планирую прямо вообще все переделать. Ну и, конечно же, без сложностей и трудностей и всякого этого говна не обошлось, потому что все случается, shit happens, и в этом роде. У меня были ужасные проблемы с техникой, с оборудованием на протяжении этих двух лет, потому что вначале я начинала с телефона, вы знаете, что это никак не обеспечивает прям прекрасного качества, да, видео. Потом я перешла на ноутбук, но ноутбук у меня... Почему новый бук? Но ноутбук у меня был абсолютно не приспособлен к съемке видео, из-за этого я очень долго заработала с программой, долго его настраивала, периодически из-за этого выгорала. Вот. Потом в ноябре-октябре этого года, то есть... Ой, нету вопроса, 2023-го. То есть совсем недавно у меня немножко крякнулся мой ноут, из-за этого я пропала на 4 месяца или где-то так, потому что снимать было невозможно, он не работал, он не выдавал никакого результата и признаков нормальной и адекватной жизни. Вот. Поэтому я пропала на долгое время, точно так же, как я пропадала летом. В принципе, по аналогичной причине, мне ноутбук было неудобно снимать, я возвращалась в Украину. В общем, да, пропажи, пропажи спаркл с листочками, миссинг тоже были. Но сейчас все хорошо, потому что я выдержала эту боль, ту боль того, что у меня были связаны руки, я не могла снимать. Сейчас я имею большое количество оборудования, микрофон, вебку, пока что не мою, монитор пока что тоже не мой. Дальше я планирую купить свою веб-камеру, свой монитор. Пока что я подсместила своих друзей. Ну да, но скоро будет мое. Самое главное, что компьютер у меня уже есть и микрофон тоже. Сейчас благодаря новому оборудованию качество на моем канале на голову выросло. Я также заказала арт и сделала новую шапочку, то есть новое оформление канала. Поэтому я сейчас максимально довольна тем, как вылит мой канал. И дальше планирую только развивать и улучшать свои навыки в монтаже, обработке и в оформлении. Потому что на момент превью, возможно, меня не до конца удовлетворяют. Но они выйдут гораздо-гораздо лучше, чем было раньше. Сейчас на моем канале уходят две игры. Первая это Poppy Playtime, которая только недавно вышла. Именно поэтому я ее решила пройти. Можете посмотреть, ссылочка будет в описании. И второе это летсплей по Майнкрафту Fairy Tail. Да, это с модами, с умирочным лесом. И можно также считать, что это ремейк на волшебные приключения. Но на голову выше, потому что в этот раз я уже разогналась. Я уже играю не только с модами, с умирочным лесом, а также с шейдерами, всякими штучками интересными. Тоже ссылка будет в описании, и вы можете посмотреть. За эти два года на моем канале набралось 642 подписчика. На этот момент я не знаю, сколько будет, когда я выложу видео, но прямо сейчас 642. И, возможно, кто-то мне скажет, что это мало. Да, возможно, кто-то скажет, что, а, все уже там за два месяца набирали себе тысячу и выше. А я вам скажу тихо. Просто ш-ш-ш-ш-ш. Я иду в таком темпе, в котором у меня получается идти, несмотря на то, что это мой не первый канал. Все равно именно в таком формате, именно с такой регулярностью первый. Поэтому, поэтому я только учусь. Я стараюсь. Я считаю, что за эти два года произошел большой-большой прогресс. Если вы согласны, тоже напишите об этом в комментариях. Ведь мне будет важно услышать вашу мысль, вашу опинион и в этом роде. Поэтому, несмотря на все, кто мне бы что ни говорил, я иду дальше и буду только развиваться. Выше, дальше, лучше. Такой вот небольшой экскурс по моему каналу. Мне не хотелось это видео сильно длинным, потому что мне важно просто вас поблагодарить. Я еще раз вас благодарю, потому что это были невероятные два года моей жизни. Еще раз напомню, потому что каждый стрим, каждое видео, каждая распаковка или каждая подготовка ко всему этому, к съемкам, это то, что приносит мне уйму удовольствия. Это то, чего я не жалею, что я делаю. То есть, каждый потраченный день на съемки, это день, не потраченный впустую, потому что для меня это как работа, да. То есть, мне это не просит никаких денег, мне это приносит только удовольствие на данный момент. В дальнейшем мы посмотрим, да. We will see. Вот. На данный момент это просто ради удовольствия. Я не гонюсь за просмотрами или за лайками. Я делаю все для души и людей, которые меня смотрят. Поэтому, конечно же, я буду стараться, чтобы еще больше людей узнавало в моем канале. Вот. Ну, а на данный момент я говорю спасибо большое всем тем, кто уже находится со мной. Если у вас есть какие-то друзья, которым я могу быть интересна, обязательно напишите им, расскажите, дайте ссылочку. Я рада каждому новому или каждому старому человечку, который привел ко мне на канал. И нет, это не жизнь, не подозрение на возраста. Это имеется в виду old will или нет. Большое спасибо всем за просмотр. С днем рождения еще раз. Канал Sparkle, две точечки, троечка. Такая, типа... Вот, что я хочу еще сказать. Я вас люблю. До новых встреч. И всем пока.